Хорошая игра получилась по качеству и для зрителя. В общем, обидное поражение, считаю, что должны были брать эту игру. Проиграли за пять минут буквально. Все, что наработали за три с половиной четверти, то и отдали. И потом уже в психологическом плане немножко было тяжело вернуться. Плюс подустали парни уже. Недостаточно было ротации у нас. Это основные причины. Плюс, конечно, в мелких деталях где-то отдали, где-то опять-таки потеряли концентрацию. Дали почувствовать игру с Аней Мишули в конце. Все знают, что он любит тяжелые броски. И особенно в конце игры. Вы сегодня не играли. Уже с моим числом вас представили с Киевом баскетом. Сможете ли вы там прийти участие? Я хочу. Я хотел и сегодня. Но состояние не позволило. Я надеюсь, что с Киевом баскетом я буду готов. Спасибо. Привет. Ну, во-первых, поздравляю зрителей с эмоциональным напряженным баскетболом. Я думаю, что все, кто были в зале, особенно болельщики Днепропетровска, сегодня получили удовольствие. Мы получали удовольствие от своей игры ровно три с половиной четверти. Но последние пять минут просто-напросто... Наверное, эмоции уже выросли до какого-то предела. Я бы хотел, чтобы ребята, которые сегодня обслуживали матч, тоже посмотрели этот матч на видео и сделали какие-то свои выводы. Я не знаю, потому что слишком много было неравнозначных каких-то интересных решений. Скажем так, в одной стороне одно решение, в другой стороне никакого решения или абсолютно другое, противоположное. Вот. И эти эмоции, которые поднялись в Днепру, были нужны, нам они были не нужны. Поэтому тут, прежде всего, и я беру на себя ответственность за поражение, потому что не справился где-то в концовке с эмоциями. Должна была быть холодная голова для того, чтобы где-то остановить что-то, изменить более качественно, чем то, что мы делали. Вот. Ребята молодцы сегодня, бились, сражались, дрались. Мы ставили, знаете, мы понемножку выкарабкаемся из той ямы, которую попали в первую половину сезона, на старте сезона. И мы смотрим на свою динамику того, как растет и прогрессирует наша игра. И сегодня перед игрой мы понимали, что если мы сегодня будем в состоянии дать бой Днепру, потому что еще месяц назад это было для нас нереально, в том состоянии, в котором мы находились, то как бы мы останемся довольны игрой. Сегодня мы не просто дали бой Днепру, мы могли эту игру взять, мы могли выйти сегодня победителями. И поэтому, вроде бы как, ту задачу, что дать бой Днепру выполнили, но удовлетворенности от этого нет. Всех еще раз поздравляю с хорошим эмоциональным баскетболом. Дмитрий Липовцев уже на площадке, один из ваших возвращенцев, но есть еще Владимир Конев. Когда вы ожидаете его увидеть? Наверняка это один из последних элементов пазла, который не хватает вам играть полностью. Ну, сегодня не хватало и Вовы, Конева и Руслана Тверченко, потому что в концовке, когда просто уже получили фолы, игроки задней линии, Ткаченко, Бояркин, вылетели из игры. И оставались только Никита Воевода и Руслов, которые в этом сезоне не получают так много игрового времени. Плюс Никиту Воевода получился трясение, там разворачивался Саша Мишула, зацепил его лохтем. И он не смог заканчивать игру, поэтому как бы ротация вообще сегодня в задней линии была очень короткая. И думаю, что где-то сил в задней линии нам сегодня не хватило, потому что то, что мы позволили сделать в защите, вернее в нападении Днепропетровску, прежде всего там не было каких-то там сложных комбинаций, это мы проиграли один в один уже просто в овертайме, особенно ребята уже просто без сил падали. Вот, то есть легко пропускали. Вова Конев, мы ждем его где-то в начале марта, вот, по крайней мере в начале марта он сможет приступить к полноценным тренировкам. Это так, по прогнозам врачей, если все будет идти как бы по плану, если не будет никаких там осложнений. Пока миссион идет, все как бы график соответствует его восстановлению, запланированному графику восстановления. И нам очень его не хватает, потому что это один из основополагающих игроков нашей команды, прежде всего в защите. Нам не хватает и его универсализма, и его размеров. Это очень важный элемент, которого мы с нетерпением ждем. Спасибо. Спасибо.